Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя 54. Разбил машину? Нет денег на автосервис? Или ты не можешь продать своего железного коня? Выход есть. Компания Авториал 43 осуществляет срочный выкуп авто в любом состоянии, а также реализация вашего авто с нашей площадки. Не жди. Звони. 44-2005. На улице проезжей столкнулись две иномархи. Мощного столкновения с третьим чудом удалось избежать. Очевидец с камерой ушел от удара. Подробности в рубрике обзор аварии. Слово моему коллеге Сергею Пичугину. На улице проезжей столкнулись два автомобиля. Предположительно, это Рено Сандера и Нива Шевроле. После заноса и удара автомобили развернуло, и они чуть не врезались во встречное авто. Надо сказать, автор видео вовремя среагировал на ДТП. Он прибавил скорость и ушел от столкновения. Что было потом с участниками аварии, неизвестно. Однако в ГИБДД за минувшие сутки аварий с пострадавшими не зарегистрировано. На 365-м километре трассы Вятка в Орловском районе произошло ДТП с участием большегруза. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась. По информации ГИБДД в этом происшествии нет пострадавших. МАЗ пришлось доставать из кювета с помощью спецтехники. Похожее ДТП произошло на 361-м километре трассы Вятка. Водитель самосвала в условиях гололеда не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Машина наклонилась, но не опрокинулась. Шофер отделался стрессом. В Кирово-Чепецке на проспекте России столкнулись два автомобиля – Ниссан Примера и ВАЗ-12 модели. Удар получился не сильным, машины повредились, пострадавших в этой аварии нет. В Кирове на улице Московской вспыхнул Митсубиси Лансер. Возгорание произошло на ходу, поэтому это происшествие в сводке числится как ДТП. В итоге обгорел багажник автомобиля. По данным МЧС, машина загорелась из-за короткого замыкания проводов задней фары. Сергей Пичугин, место происшествия.